Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в Плазе Брозе. Штребух! Всем привет, ребят, с вами Штребух, расхититель помоечки, пищеварительный гигант! Ну и просто царь помоек, ебать, сегодня со мной Фроду, он же Элайджа Вуд, он приехал сегодня в Россию для того, чтобы продегустировать еду из помоечки, набить свой желудок. Ну да, ребят, I'm from England, высос Russian vodka, хуй из... Давай не тупи уже! Я английский не знаю. Короче, ребят, он приехал в Россию, забыл нахуй английский, смотри, что у меня для тебя есть. Продегустируешь со мной еду из помойки, а потом я тебе его отдам. Ах ты, блядь, куда нахуй? Нихуя я тебе не отдам, блядь! А я на него коснулся. А ну и что? Вот продегустируешь все, потом отдам. Почему так, нахуй? Ну что, ребятки, приступим, колечко уберу в карман, нахуй, чтобы он меня не загасил тут. Вот все поест со стола, а потом отдам. Ребят, помоечка снова сытно кормит, очень сильно, питательно. Вы посмотрите на этот огромный стол, он просто шикарный, у меня просто срывает башню. Мы сейчас настолько сильно наедимся, это будет очень питательно. Основные блюда все на тарелках. Во-первых, вот эта селедка из ленты. Эта селедка ебучая, блядь, протекла. И все продукты, все булки теперь воняют рыбой очень сильно. Маслом, рыбьим, тухлым воняет. Было найдено в помойке вот это изумительное мяско. Оно немного просрочено, я его пожарил с маслечком. И теперь оно очень аппетитное. И мы его продегустируем на второе. Ну а в конце, когда мы перейдем к десертам, мы продегустируем вот эти булки, которые уже погрызли мыши, которые живут у меня в гараже. То есть, ребят, после мышей уже будем халать. А где Russian Vodka? Она же должна бы украшать стол. Ну, помоечка не порадовала меня водкой. Сегодня мы будем питаться вот этими мандаринками. Они немного газированные, потому что лежали у меня долго очень в гараже в сумках. Нет, куда нахуй? Булки на потом. Это сладенькое, это все на второе. Я хочу вкуснее что-нибудь. Давай начнем дегустацию с мяса. Блин, оно не дожарилось походу. Ну, есть можно, да? Вроде можно есть. Угу. Нормальный вкус. Помойка кормит, ребят, сильно. Много подгорел. Давай мясо с хлебом есть. А то так можно и обосраться от жирного. Держи кусок. Хлебец, ребят, из помойки. Из магазина лента. Там было его очень много, но я взял себе всего лишь одну буханку. Хлеб особо не люблю. Заелся. Че, как тебе? Надо хлеб его взять. Я что-то долго живу. Жую сорт. Балдеж, ребят. Охуенно. Помойка кормит. Стаска. Красивское русское блюдо. А че, а че, в Америке таким не кормили? Нет, там похожее было. Но здесь оно сделано именно как-то особенное. Ну, вот. С панировочкой такой. Где ты ее там увидел, блядь? Ну, вот это в форме кольца. Уже везде форму кольца видят ребята. Угу. Ага. Как же питает. Вкусно. На тебе. И все. Документы есть. Да, ладно. Ммм. Ой, как вкусно вообще. Я не знаю, сколько я не ел уже такую нормальную еду. Ммм. Хлебушек. Бля, я уже наелся. Да я так-то тоже не хочу особо есть уже. Ну, все, ребят. Что делать теперь? У меня много скидок у бобра. Ребят, всем пока. С вами был Штребух. До скорых встреч. Увидимся в следующем обзоре на еду. Мы наелись. Дальше ничего не будем есть. Сутка. Куда нахуй? Булки на потом, блядь. Ммм. Да нахуй. Это все на десерт. Понимаешь, есть такое слово. Первое. Второе. У нас первое. Это мясные блюда. Второе. Все сладкое. Йоргуты. Все на потом. Хватило бы на это сладкое еще? Давай вот эту селедочку лучше продегустируем. У селедки срок годности до 21-го, 02-го. То есть, она даже не просрочена. Охренеть. Но ее выкинули, видимо, потому что повреждена упаковка. О боги, ебать, она воняет. Понюхай. Да, можно не почувствовать, но я почувствую. Душок этот есть такой относительный. На. Тебе кусок. Да, я есть не буду это. В смысле? Я почувствовал вонь. Я все-таки пока еще не хочу опасаться. Ты что, ебать, заелся нахуй? Тут помойка кормит совершенно бесплатно. Да вот булки есть. Зачем я буду есть? Ебать, я принюхался. Ребят, фу, ебать, она вонючая, пиздец. Ну, а я тебе о чем говорю, я сразу учу. Ты учуял, учуял, а я не учуял. Да хуй. Давай попробуем, знаешь что? Булочки давай. Какие нахуй булочки, блядь? Это на второе. Ребят, здесь есть вот такие сосисочки дымов молочные. Ух, блядь, из них что-то уже вытекает. Так, срок годности у них до 4-го, 02-го. Так, это они еще даже не просрочены. Держи тебе пачку и мне пачку. Смотрите, велица. А тут срок годности до 4-го, 02-го. То есть до 4-го февраля. Хе-хе, блядь, понадобится нож. Ммм, пахнет. Очень вкусно. Ебать, помойочка кормит. Как же я люблю помойки, ребят. Ммм, они идеальные. Они восхитительные. Только пленку надо снять, что-то я с пленкой не хочу. Так, ебать, конечно, снимай. Хоть немного жидкости, сосиски есть, а пить хочу. После мяса или хлебушка. Ну, я хочу побольше мочного. Сейчас что будет, ебать, нахуй. Ну, сейчас и... Куда она, потом? А, это помпушка с чесноком. Ну, она какая-то твердая. Ну, с чесноком я люблю продукты. Мои ожидания оправдались, это оказалось не дерьмом. Ммм, приветки. А у меня колбаска. Дымов коньячная. И срок годности у нее до 2 января. Просрочено очень жестко. Но ничего страшного. Чау-кау-кау. Точнее, до 3 января. Вот срок годности. Ребят, колбаска. Только можно есть. А? Рискуешь, я думаю. Ничего не рискую, ведь она сырокопченая. Вон, непросроченное сердце оказалось. Понюхай. Какой-то нестандартный вкус. На колбасу что-то мало похоже. Ну, это колбаса, она слабо ощущается. Ребят, чувствую вкус старой бабки. Она просрочена, пиздец. Видимо, условия хранения были не соблюдены. И поэтому у нее вкус отдает старевщиной. Слушай, мне совершенно невкусно. Тут или пережарить ее, как вариант. Ну, или проще выкинуть, чтобы не играть в русскую рулетку. Ведь можно протянуть педали. О, смотри, так тут крылышки куриные. Тут и только что-то они как мунифицированные. Мунифицированные. Охренеть. А что по сроку годности? Ребят, он стерся. Его даже не видно. Я в шоке. А я и то есть не буду. А ну-ка, понюхай. Нет, мне не нравится. Что-то старенькое какое-то стареньким чем-то отдает. Фу, не, ему очень плохо, ребят. Эти крылья настолько сильно засохли, что они как мумия уже. Трупное коченение плюс мунификация. Крылья совершенно несъедобные, непригодные. Я тоже рисковать не особо хочу. Давай попробуем, знаешь что? Так, вот это тут еще какие-то два сладких пончика. Беляши это. Беляши, нахуй. О, еще дыма в сосисочке. Ну, такие мы уже дегустировали. Все с ними офигенно. Я их уберу по-моему в холодильник. Буду жарить с яичками. Будет очень вкусно. Колбаска кислая оказалась. Я все-таки чуть-чуть вот так вот. На, тебе еще колбаски докторской. И мне по колбаска докторская, ребят. Вот такая колбаса вареная докторская. А у меня клинского производителя. Срок годности до 14-го числа. Ну, у меня так же. Они у нас идентично одинаковые. Не могу отключить. Я тоже не могу. У меня руки скользкие из-за масла. Вот и не могу открыть. Ладно. Чем пахнет? Не особо свежая колбаса. Я бы сказал так. И там я не хочу рисковать. Не то, чтобы она кислая. Не то, чтобы эта колбаса кислая. Но, мне кажется, я не хочу рисковать. Ребят, она просто подзагуляла. Ну, ее, может быть, да, приварить надо. Если поварить, пожарить. Поварить, пожарить, да. Может, и не протянем. А в самом виде я не стану есть. Давай-ка сюда, нахуй. Я рискну последними желудками. Попробую. Ну, знаешь, на худой конец, когда денег не будет. И жрать нехуй будет. Можно ее, конечно, попробовать. Нормально колечко. Колбаска нормально. Пожарить, поварить. Ну, не знаю, будем, блядь. Будет охуенно. Булочки. Ладно, я все, открываю. Блядь. Ты охуел, блядь, Булки, хуяришь, блядь. А колбасу, нахуй, кто будет есть, блядь? Что, кубаса все, кубаса? Вот же еще тут это, целая пачка сардель. Ребят, вы посмотрите, какая упаковка огромная. Сардельки для завтрака. Срок у них годности до... Срок годности до 13-го, 0-1-го. Просрочена она нормально так. Дней на 5, походу. Здесь его большое количество сардельек, поэтому, я думаю, их нужно по-любому дегустировать. Ну, знаешь, пахнет так нормально, в принципе. Ну, употребляем. Держи тебе сосиску и мне сосиску. А бурочки снять. А это вкусно. Да? О! Ммм! Световно! Рабочего характера сосиски вкусные. Проглази только сладкое и тоже съем. Мне тоже понравилась данная старделька, которая ему понравилась. На запах понравилась. Ну, знаю, попробую сейчас. Загнался. Загнался. А кто? О! В принципе, съедобно. Сарделька. Из свинины сделанная. Насколько я понимаю. Ребят, сарделечки на вкус сразу чувствуются, что бюджетные Но они свежайшие Употреблять их можно Особенно если их поджарить с яичком С картошечкой Будет просто восхитительно Опа Нифига себе, так это венские салями Ребят, упаковка полностью герметичная Срок годности данной колбаски До первого числа 21 года Это довольно таки интересно Я думаю это полезно По-любому нормально Не, ну запах такой себе Подозрительный В принципе нормально Хотя не, подзагуляла Ребят, это точно И тут нужна термообработка Но я все таки ее попробую Кстати, внутри уже запах получше Вот в месте прорези внутри запах уже получше Кирюх, держи тебе кусок Что-то она не самая свежая Ну ладно, я попробую Не, ребят, ей пипец с этой колбасе Поэтому я ее даже оставлять не буду И жарить Второй шанс ей точно не дам Ведь просрочена она примерно Дней на 18 Она с кислинкой, да? Кислинка отдает Кислинка отдает, ребят Я как вспоминаю то испытание колбасой Кто не видел, посмотрите Вот здесь вылезет подсказка Когда я на помойке от магазина ленты Нашел огромное количество колбасы И она вся была на вкус Примерно как эта И я ее дегустировал Это в жесть была вообще Ну эту нахуй выкину, блять А что ты, блять, йогурт хуячишь, блять Ты уже сразу к второму перешел Да не сильно Творожное И с бананчиком Ебать, ребятки А здесь есть грудинка особая Изготовитель Останкина И срок годности у грудинки Охренеть До нового года До 31, 12, 20 И определенно уже жопа Но у меня слюнки потекли Случайно Ну сейчас мы это проверим Какие у тебя слюнки Фу, ебать нахуй Понюхай У нас запах не Думаю, нормально как-то Не, я чувствую здесь подвох Здесь пахнет протянутыми педалями Держи тебе Держи Не, я пожалуй есть не буду Да, не веснуга как-то бывает Ну а на вкус как тебе? Давай Ладно, пожалуй есть не буду Я тоже не стану, ребят, рисковать педалями последними Так, подсосал немного Ну и все Слушай, а здесь еще есть кармадат копченый, вареный Карбонат свинины Из свинины Срок годности до 24 Нифига себе Так он даже не просрочен Срок годности до 24, 01, 21 года Охренеть Слушай, вот это нам повезло Карбоната похабаем Ой, да он даже не липкий Не фига На, закуси Подожди Минутку Укусно, ребят Укусно Нет, все-таки не кисло Не очень одобряю, но ладно Это не надо оставлять, когда я кашляю Кашляю, кашляю Коронавирус? Нет, когда я еды много съедаю Ну, а сапочка какой-то у меня остается Понял Ребятки, а теперь, я думаю, пора переступить к фруктикам Вот есть здесь вот такие вот спелые свежие мандаринки Из помоечки И вот только вот эта подзагуляла Но ее мы есть не будем Мы поедим вот эти Они, правда, были замороженные И я их отморозил Ну, как бы помойка сейчас холодная Помойки, холодно на улице Держи тебе мандаринку Я колбасу еще Балдеж чистой воды, ребятки Мандаринки просто пушечные Блядь В глаз попало Опа, блядь Это что такое? А такого Такого я еще в жизни не видел и не пробовал Помело, да? Это что-то не помело Помело круглое А здесь в форме лимона Ну, лимоны большие Такие в воде не бывает нигде В этом мире, да? Давай попробуем Это, блядь Давай еще Да, блядь Че нахуй, блядь Давай попробуем Говорю, блядь Давай вот эту попробуем Они одинаковые Да-да-да, блядь Давай вот эту, блядь На две части, блядь Подделим, блядь А тебе и мне По кусочку достанется Фрукт какой Интересный Держи Ну, так выглядит Что это такое? Что-то типа помело Слушай, очень похоже Мне кажется, это что-то другое Тут же кожура очень толстая То есть она натуральная помело А как использовать? Ну, как кепку Ну, заебись Куда на, на рыбу дай А, пахнет хорошо Цитрусами пахнет Очень бодрящий запах Отдает тропиками Снова побывал На необитаемом острове Как будто выживал там неделю И питался только Вот этими штучками А как я открыть Я тут не понимаю А? Открывай давай Я не умею А ты научись Вот я же умею А я уже ем Ммм Ебать Очень сочно Охуенно А, бать, помойка Одаряет сочными фруктами А как сочится-то? Со всех сторон соки пускает Ты че шипишь, как змея, блядь Мандаринки мы попробовали Помело попробовали Или че Йогурты И булочки Теперь будем пробовать Ебать Наху Ебать Ребят Смотрите еще Как нас помоечка порадовала Картошечкой Лучком Вот здесь очень много Лука, картошечки Это все потом пожарится Лук офигенный Картошка не гнилая Вот здесь от туалетной бумаги Какого-то хрена Эта палочка Здесь даже есть чеснок, ребят Я в шоке Я это на стол показать вам решил положить Чтоб вы это увидели Насколько сильно питает помоечка картошечкой В этот раз очень хорошо порадовала Сейчас мы приступаем к булочкам и йогуртам Бля, хуём Мой любимый пончик взял, блядь Ну давай я поделюсь с тобой Давай Я хочу половинку С повидлом А вот здесь уже чуть-чуть грибочки поступать стали возить Бля, это реально походу плесень выделяется А я съем только верхушку Вот здесь темные пятнышки были Эх уже вытер Вот у тебя тоже темные пятнышки А весь пончик не просоченный Верхушка очень вкусная Угу 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 Я вот этот йогурт хочу Активия без добавления сахара Белый йогурт Ммм Вкуснотища какая Как помойка балует Офигенно Яблоко Ммм Так Ммм Не пойму У меня йогурт походу скис уже Что-то непонятный вкус Божди Срок годности А, да он не просрочен До 6.02 Значит вкус у него такой и должен быть Я просто такие йогурты Никогда не пробовал Охренеть Штрудель Штрудель с ляблоком и корицей Твоя ложная сдоба Я ее сейчас съем Ну ты делай радушно лицо Я ее сейчас съем полностью Черт твои нотки корицы Ммм Дай понюхать Ммм Какой приятный творожный запах Ммм Ммм Как твоя сдоба Моя булочка была восхитительная Ребят Ну плесени я на ней не вижу Дай попробовать Ну сдоба просто офигительная Я не знаю что еще можно сказать Зачетная сдоба Сдобная супер сдобная сдоба Вообще зачет А мне А мне Тебе тоже что-то есть такое О да Вишен Какая крутая Десерт с творожным кремом И лишний Годен до 23-го 12-го 20-го У меня так же Но совершенно ничего страшного там нет Йогурта ничего от этого не будет Ммм Даже внутри бисквит какой-то есть Ааа блять У меня сердце хвари Прихватило Ну да смотри Я ем такое же Ммм Показалось Велосняк О Потет Ребят Вот этот творог Я на него смотрю Но что-то он немножко Какой-то вздутый Опасаюсь немножечко Не Что-то мне это как-то не очень я не пойму надо пробовать но после того вкусно что съел обычный зерненый творог со сливками даже что-то не очень хочется ну так чуть-чуть вообще в принципе зерненый творог не может испортиться по сути очень быстро насколько быстро может испортиться обычно мне очень хочется знаешь чего принципе довольно-таки съедобно я хочу закупорочку там внутри руле . что-то русской руле . что-то там непонятное внутри я хочу это испытать пшикнула баночка был там вакуум значит уже очень это хорошо если вакуум о что-то варена находни грибочки а это груши на этикетке чем томатная паста тут было мы это русская улетка вкусно сладко это к чаю на темыч а у меня вот такая вот ватрушка с творогом и изюмом из ленты по ей любимой кормилицы и срок годности до 12 0 1 21 принципе немного просрочено не особо сильно плесени нет ну ладно я выпиваю а у тебя по сроку там как поменю срок годности до 5 января а моя ватрушка обещает быть очень вкусной что-то у нас вообще все продукты очень вкусно сегодня почти все почти поначалу не радовали держи свою ватрушку я с изюм не очень помойка кормит поэтому греху жаловаться давай не могу если есть выбор я бы йогурт и поел ребят подружечка восхитительная мне нравится обалденно ну есть немного я думаю молодец немного масса можно набрать таким питаться все я не могу я наелся ну чипсы можем пусть хотя бы поедем у нас чипсы есть давай такие вот замечательные жены и чипсы никакие там лейс или буско картошка такой будешь давай очень вкусные чипсы они обалденные ребят и нашли мы тогда очень их много посмотрите вот продолжение этих чипсов здесь целый пакет огромный здесь чипсов этих килограмм пять посмотрите сколько их здесь котлец это все ржаные чипсы их большом количестве целый пакет этих чипсов нашли блин это просто балдеж и это эти чипсы ребят нифига не дешевые чипсы злаковые ржаные со вкусом ароматом сметаны и лука я не знаю почему их выкинули на вкус они восхитительны а срок годности кстати на упаковке нигде не вижу может из-за этого и выкинули вот реально нигде срока годности нет обычно же печатают где-то тут нигде не написано афига ледной кофе главное что на вкус восхитительные теперь буду их есть за компьютером и кайфовать а еще здесь есть еще вот такие чипсы лавашики хрустящие с морской солью балдеж офигенные 27 08 19 видимо их изготовили срок годности 180 суток со дня испана блять и со дня изготовления срок годности 180 суток они просрочены но на вкус офигенные я их буду есть невзирая на то что они просрочены посмотри какой моргенштерн достался мне на помойке как думаешь вкусный будет или нет не знаю давай посмотрим он живут всякие помойки водятся да вот именно давайте проверим какой на вкус будет этот моргенштерн а я думаю что он будет восхитительный он в помойке отлежался и стал еще слаще и вкусней ух ребят посмотрите какой желтенький если ананасик желтенький кирюх значит он как пахнет его кусочку жопку чисто остальное на потом тебе и мне как я и сказал он очень сладкий обалденный сочный гапец помойка балуют о а тут смотри мы забыли про перчик перец сили 100 грамм зеленого цвета о из него какой-то сок перцовый потек водичка перцовая потекла а фу ебать она вонючая и прям ребят глаза прям это за задрожали у меня ух ебать нахуй он походу был замороженный будешь жопку от перчика это жопка да они тоже вот эта жопка сейчас вроде пока не горчит ты сказал что сок какой-то очень острый да это я поэтому опасаюсь немножко чтобы меня не сгорело все нет перчик принципе нормальный острый съедобный не очень острый кстати такая потому что скорее всего он зеленый вот если был красный перчик думаю был быстрее он вообще почти не острый он походу просто какой-то зеленый не знаю ребят на лист перец сили но он не острый нифига наверно по что он был замороженный по он разморожился или остроту всю свою выпустил соком наружу давай попробуем вот эти галеты галеты армейские ну типа печенюшки которые кладут в армейский сухпайл что это типа ну гривен только в сухпайке можно только найти запах старинный какой-то наверное 100 лет да да и что такое советский климент возможно у меня ребят как будто пробую клитор старой бабки а я вам не уже по запаху не нравится это пожалуй не буду пробовать ну так откушу и все обычный засовший хлеб да шо что-то еще попробовать тут уже ничего нет два банки варенья вот йогурт термостойный какой-то термостатный йогурт интересно кстати вот это вот я попробую я такой ни разу не ел он просроченный срок годности до 5 числа он просрочен ну интересно что же это такое что-то типа кефира что ли пахнет каким-то творогом ну не знаю какой там кисляк ребята вообще совершенно невкусный кисляк думаю знатно просраться смогу после этого откопал десертик но это точно должен быть вкусно по-любому а я вот этот желтый йогурт возьму какой красивый он с облепихой натуральный состав злаки облепиха срок годности до 6 января просрочен блин офигеть на больше чем 10 дней я такой херни еще никак в жизни не пробовал попробуй какое-то пюре не ну может быть она и нормально мне где-то невкусный бой щермель какой смотри пластина постели тут есть двумя вкусами тебе с клубникой да я с клубникой люблю щермель пастила со вкусом клубники со сливками огодина до 13 января то есть вообще считай что свежий открыл упаковку и как пахнет вкусно я почувствовал через пакет я могу через пакет и нюхать пастилы странно чего на мягкой такой нас очень обалденная очень мягкая очень мягкая очень я думаю да кефирчика с булочкой напоследок тут сверху орешки жареные и еще присыпка сладкая да тут кузюм без кузюм не любишь ну как бы так как бы типа не люблю как паска знаете ребят церковная паска как пасочка на вкус так запить давай вот этим резервный парламент не такой жидкий как мы хотели вот ребятки не вязки резервный парламент и молоко 34 процента а я думал таки фиг это как раз для булочек чё с ним можно его пить его нельзя пить какой срок там нельзя его пить он до 3 января срок годности до 3 января так как другого выбора нет воды нет давай под булочку туалетная бумага есть все нормально а туалетной бумаги нет а где она кончилась да нет молоко она на вкус как сливки но самом деле это молоко но вкус как у сливок видимо из-за того что она постарела превратилась сливки туалет привет скоро увидимся здраво штребух я тебя жду ты молодец ты держался очень хорошо поэтому я как и обещал вручаю тебе твое знатное колечко она тертого ладно спасибо потом за 20 тысяч рублей на видов ты все обалдел не знаю что теперь со мной будет я тоже много съел я уже в я больше хочу помойка кормит значит она нас он да получается на собой ты счастлив ну не сказать что счастлив ну принципе доволен тем что я понял я тоже очень рад главное бесплатно но больше сумме булочки понравились йогурты мне мяско понравилось очень вкусная пастила мандаринки и ананасик ну мясом и кстати тоже понравилось после потом всякие не очень вкусные колбасы переведите слушай ну и напоследок я думаю нам нужно пары дегустировать вот этот это блюдо нужно есть стоя эти булки лежали веку сам нет это булки лежали в гараже их поели мыши да какой страны бишь там где мышку салия лобка но чувствуется привкус этот привкус улицы собачий какой-то такой привкус ухты какой набил хорошо четвертом месяце наверное что смотришь доставай хуй ребята всем спасибо за ваш просмотр нажимайте лайки данному видео материалу подписывайтесь на канал кирюха мос ссылочка будет в описании также как и я ползает по помоечкам естественно подписывайтесь на мой канал ведь здесь я показываю еду я показываю одежду я показываю вещи все что помойках нахожу все вам показываю ребят за данный видеоматериал я отвечаю головой это вся еда была собрана с помоек и она очень в этот раз довольно таки попалась вкусной очень сытно конечно помоечка порадовал от магазина лента спасибо магазину лента за то что выкидывают такую еду хорошую вкусную я тоже благодарю благодарю тех кто оставил эту еду особенно йогурты и булочки с мясом это конечно русская рулетка было